Вот я общался с многими, знаю как это тяжело, есть погибшие уже прошло столько лет. Но мы сегодня говорим о тех живых, которые вы остались, вы есть, за ту патриотическую работу, которую вы ведете среди молодежи. Война в Афганистане длилась почти 10 лет. Интернациональный долг здесь исполнили более 600 тысяч советских солдат, среди которых были и анапчане. 12 из них не вернулись домой. Сейчас в городе-курорте действуют три организации, в которые входят более 140 ветеранов. Для них 30-летие вывода войск из Афганистана – значимый праздник. Как день победы для фронтовиков, точно так же у нас такое же отношение к этому. То есть этот день, когда завершилась, закончилась война в Афганистане. Она была тоже кровоплодительная. Надо сказать, что вот афганцы войны – это последние войны, которые награждались орденами и медалями времен Великой Отечественной войны. Самое главное то, что те условия, в которых мы находились, это действительно была война. Война с ее жертвами, трагедиями, с высокими подвигами. Это, наверное, было еще и люди, которые там находились. Это взаимовыручка, взаимопомощь. Любой готов был за тобой пойти в огонь и в воду, поделиться последним глотком воды. Вот это все, наверное, и называется таким обычным, емким словом – мужская боевая дружба. Который, наверное, мы и пронесли через все эти годы. Сейчас в сквере боевой славы прошла реконструкция мемориальных плит с именами анапчан-героев. Их подняли на метр от земли и установили на гранитные постаменты. Я говорю, слушайте, давайте их заменим. Давайте приведем их в нормальное состояние. И вот мы их озаменили, и мы постепенно будем идти весь сквер в порядок там приводить. Сейчас вот, допустим, входные вот эти пики, которые стоят. Ну, я не знаю, давайте с вами посоветуемся. Я хочу их обложить таким же мрамором, как и вот из чего сделаны апостаменты героям. В Анапе проводится серьезная военно-патриотическая работа. В селе Супсех построен сквер воинской славы. На Симферопольском шоссе открыли парк военной техники. Скоро экспозиция пополнится вертолетами. В этом году удалось реконструировать и памятник воину-афганцу. Постамент из скальной породы начал осыпаться. Основание заменили гранитом. Ветераны поблагодарили Юрия Полякова и попросили его помочь в организации подсветки памятника. Глава Анапа, идею, поддержал и дал поручение реализовать ее в ближайшее время. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Бергалиев, Анапа-регион.